Год назад врач Елена Гончарова выявила первого в нашем округе больного коронавирусом. Доктор и ее коллеги-женщины принимали поздравления главы округа Михаила Токарева с праздником весны. В больнице нуждаются в лечении. Этим летом отремонтируют несколько отделений окружных стационаров и станцию скорой помощи Краснозаводска. Веселые и находчивые. Сергий Евпасад становится центром КВНщиков городов Золотого кольца России. Доктор и ее коллеги-женщины в отделении выявили первый случай заболевания. Их тогда самых первых уже все отделение закрыли на карантин. Две недели они работали и жили в своем отделении. Март прошлого года. Из-за пандемии коронавируса страна уходит на самоизоляцию. Улицы пусты. В аптеку и в магазин только в масках. Введены пропуска. В лексику прочно входят слова «коронавирус», «самоизоляция», «пандемия». На экранах – статистика. Заболевшие ковидом, выздоровевшие и умершие. Сергея Упасадская районная больница перестраивает работу и становится областным стационаром по приему ковид-больных. Это рабочий день. Здравствуйте. Это такой пункт, где, я так понимаю, докторов оснащают. То есть свой рабочий день, да, специалисты начинают вот с этого места от вас, где получают одноразово все необходимые перчатки. Что раздаете? Раздаем комбинезоны, бахилы, шапочки, респираторы, перчатки. Они здесь уже одеваются и идут в красную зону. Сегодня есть опыт, наработки, выводы и вакцина против коронавируса. Единственная таблетка, которая сегодня есть, это вакцины. Это прививка. Это первая прививка, потом вторая прививка. Пока, мы повторяемся не один раз, да, как говорят специалисты, Роспотребнадзор, специалисты-медики, пока общая численность граждан, жителей будет не менее 60% от взрослого от населения, мы не можем себе мечтать о том, что вернемся к той, да, к той, к старой обратной жизни. Вот, кстати, красная зона. Красная зона, да. Чтобы туда не попасть, надо как-то... Надо обязательно делать прививку не только, но и взять с собой за руку родных, близких, друзей, знакомых, соседей, и все вместе идти и делать обязательно эти прививки. Статистика неумолима, она сухая, к ее можно верить, можно нет, но каждый день, даже что сегодня, да, утром информацию за сутки у нас выявило 32 случая наших местных жителей, выявленных. Это уже сегодня, да? Это заболевших, да, это сегодня за сутки. И 29 наших жителей были госпитализированы. Так сейчас выглядят третий и четвертый этажи стационара на Беронской. Здесь готовятся к ремонту. Когда он закончится, заработает центр амбулаторной онкологической помощи, рассчитанной на три округа – Сергеево-Пасадский, Пушкинский и Красноармейский. Все это оборудование будет размещено в стационаре на Беронской. Чтобы пациент не бегал по разным лечебным заведениям, а в одном месте прошел все необходимые обследования. Еще один объект, где готовится к ремонту – офтальмология районной больницы. Отделение рассчитано на 25 коек для пациентов и оснащено современным оборудованием. Но само помещение требует ремонта. Пост станции скорой помощи в Краснозаводске, где базируется бригада, обслуживающая Краснозаводск и ближайшие населенные пункты, тоже будут ремонтировать этим летом. Мы этим летом будем делать, и осенью мы должны все эти работы уже будем сдать и выполнить. Ну, бюджет областной еще раз, да? Да, там идет финансирование Московской области. Но, безусловно, наша задача, чтобы мы, когда выезжали в выходные дни, смотрели стационар на рабочем поселке. Конечно, безусловно, наша задача еще и привести прилегающую территорию тоже в надлежащее состояние. И вопросы по благоустройству небольшие. Конечно, самый главный запрос будет, мы это понимаем уже сегодня, на организацию дополнительных парковочных пространств. Потому что, конечно, вот в части Эйтова с парковками там, конечно, беда. Но, опять-таки, мы проблему эту знаем и уверены, что мы ее решим в ближайшее время. День памяти сергиево-пасадских ОМОНовцев, погибших в 2000 году в Старопромысловском районе Чеченской Республики. Каждый год к памятнику землякам, погибшим в горячих точках, на улице Глинки, приносят цветы. Шестнадцать человек убитых. Шестнадцать, шестнадцать. Юрий Жаворонков, сотрудник сергиево-пасадского ОМОНа, чудом остался жив после того страшного боя в марте 2000-го. В этом году он побывал в Чечне на месте гибели отряда и прошелся по коридорам школы, где базировался сергиево-пасадский ОМОН. Никто бы не поверил мне из моих, как говорится, сослуживцев, что мы идем по школе Шелковской. Вспоминали погибших ребят. У нас турнир проходит хоккейный каждый год, мы тоже там были, да. И очень здорово, что, вы правильно сказали, что это история, которую мы помним и будем помнить ее всегда. И здорово, что и возложение цветов, и хоккейный матч, и вообще встречи друзей, кто работал раньше, кто работает, что сейчас, это все память. Мы это делали вчера, делаем сегодня и обязательно будем делать завтра. Лига КВН городов Золотого кольца России завершила третий сезон. В финале 5 марта в ДК Гагарина сыграли пять команд. Из-за пандемии финальную игру перенесли с декабря на март. КВН в посаде закрепился основательно. У нас много планов, сейчас, если все нормально у ребят получится, я знаю, что нашу лигу, Лигу КВН Золотого кольца пригласили в Сочи, пригласил лично Александр Васильевич Масляков, опять этого дорогого стоит. У нас ребята-организаторы поедут знакомиться, перенимать опыт, показывать себя. И, кстати, в том году была такая же история, они еще успели съездить в Сочи, и после этого, в их поездке, к нам приезжали новые команды, приезжают новые жюри, известные комики, стендаперы. Не знаю, мне кажется, хорошая история и позитивная. Хорошая история и хорошее завершение рабочей недели. Да, 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 рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова